Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган объявил семидневный национальный траур в связи с землетрясениями в Турции. Согласно информации, размещенной на веб-сайте Управления по чрезвычайным ситуациям, землетрясение магнитуда 7,7 было зарегистрировано вчера в 4 часа 17 минут утра в районе Пазаджи города Кахрама Мараш. После землетрясения разрушения произошли в Кахраман Мараши, Малатии, Газиантепе, Хаттае, Адане, Келиси, Адиямане, Диэрбакыри, Шангурфе и Османии. Еще одно землетрясение магнитудой 7,6 произошло в районе Эльбистана в Кахраман Мараши в 13 часов 24 минуты. По последним официальным данным погибли 3 381 человек, было разрушено 5 775 зданий, пострадали 20 426 человек. Комментируя этот вопрос, Абдусилил Каракаш, руководитель отдела этики Центра культуры и информации Восточного Туркестана, заявил, сильное землетрясение, произошедшее в Кахраман Мараши, которое привело к разрушению зданий во многих городах, глубоко опечалило всех нас. Как уйгурские турки, имеющие этнические и религиозные связи с турецким народом, мы выражаем наши глубокие соболезнования и пожелания всего наилучшего турецкому государству и турецкому народу. Мы желаем, чтобы турция и турецкий народ пережили эту катастрофу с минимальным ущербом. Помилуй тех, кто скончался, и желаем скорее выздоровления всем раненым. Конец цитаты. 26-я годовщина трагедии, произошедшей 5 февраля 1997 года в городе Кюльджа в Восточном Туркестане. В ознаменовании годовщины фонд Уйгурской академии, фонд исследований Восточного Туркестана и Всемирный фонд Уйгурского Курултая выступили с заявлением для прессы перед памятником Ататюрку, расположенным в Улусе, Анкары. На мероприятии присутствовало большое количество людей, в основном политики, представители НПО, ученые и активисты. После официального обращения выступил депутат парламента Конии Фахретин Йокуш. Кроме того, улгурская диаспора по всему миру проводит различные памятные мероприятия. Министерство иностранных дел Китая заявило, что опротестует решение правительства Канады предоставить убежище 10 тысячам уйгурских турок. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин сказал, далее цитата, «В настоящее время общество в Синьцзяне, Восточный Туркестан развивается безопасным и стабильным образом. Люди живут и работают в мире. Вопрос обеспечения прав человека, людей и всех этнических групп в регионе постоянно развивается. Мы хотим, чтобы канадская сторона уважала реальность и прекратила недобросовестную политику в вопросах, касающихся Синьцзяна. Мы хотим, чтобы Канада прекратила распространять негативную информацию и вводить общественные заблуждения». Конец цитаты. Президент США Джо Байден заявил, что попытки шпионить за Соединенными Штатами были чем-то ожидаемым от Китая. Байден спросил, инцидент с воздушным шаром подорвал американо-китайские отношения. И сам же ответил на свой вопрос, нет, мы ясно дали понять Китаю, что будем делать. Они понимают нашу позицию, отступать мы не будем. Мы все сделали правильно. Дело не в ослаблении или усилении, это просто реальность, ответил он. После того, как вчера в районе Пазаджи Кахраман-Мараши в 4 с половиной утра произошло землетрясение магнитуда 7,7, а второе примерно в 13 часов 30 минут, с уйгурскими студентами и их семьями связались в гуманитарном обществе Высочного Туркестана «Голубой полумесяц» в районе бедствия, особенно в Кахраман-Мараши, и сообщили, что начались поиски пропавших студентов. Гуманитарное общество «Голубой полумесяц» сформировало группу реагирования на чрезвычайные ситуации, и вчера в 13.00 группа из 30 человек отправилась в район землетрясения. Хидайто Лагужан, президент Международной ассоциации неправительственных организаций Восточного Туркестана, который прибыл в филиал Жемейсин Сифакей, чтобы проводить команду, обратился к диаспоре Восточного Туркестана и призвал к немедленным действиям тех, кто желает оказать материальную и моральную помощь пострадавшим в результате стихийного бедствия. Редактор субтитров А.Семкин